Друзья, всем привет! Всем отличного дня! Не помню, рассказывала вам или нет, но на этой неделе у нас классное событие. Это свадьба наших близких друзей. Заказала специальные наряды для крестовельки. Сегодня заберу, покажу вам такую красоточку. И еду сейчас немножко почистить перышки, привести себя в порядок. Саня меня отпустил буквально пару часиков, а у него сегодня ответственное задание. Он первый раз сам поедет с ней на купание. Я очень переживаю, надеюсь, что у него все будет хорошо. Ну а пока я еще думаю, чем пойти на свадьбу, то этой крестовельке заказала вот такие наряды. И сейчас вам покажу, да, крестовелька? Такая серьезная дама. Вот только так, пока покажу, скажи, все остальное покажу пятницу, да, свой образ красивый на свадьбу, да? Вот такая красотка, вот такая красотка. Теперь наше каждое утро начинается вот так. Гермесик здесь, да? Крестовель, что это за карточки такие интересные, да? Ой, как классно! Во-первых, классно. Мне кажется, вообще любой спорт и спорт в целом должен двигаться вперед и всегда находить какие-то новые варианты, новые итерации. И мы видим много примеров, как разные фигурные катания находятся. Одна фигурная катания. Я подумал, что три на три тоже можно в фигурном катании представить. Двое мужчин поддержкой выбрасывают. Знаете, вот здесь сократили периоды. Если от одной программы нам уберут минуточку, я только за. Потому что, знаете, четыре минуты тяжеловатым. Три минуты с половиной, вот это хорошо. Это же стартый! Нет. Теперь это максимум получается. Дальше, максимум. Нет, можно же добавить. Вы три минуты. Да, да. Пойте, а минуту поете. Понимаете? Как была своя идея. Так нормально. И все перейдут. Как-то грустно даже. То есть зрение сейчас победит спорт, вот так? А мне кажется, сейчас быстро ввечем. Так как ты такой, а я тут уже все. Дай послушаю. Мне кажется, это как разговор про то, что театр там со временем уйдет. Потому что есть кино, есть вот эти все съемки, можно эти все спектакли. Все это так быстро. У нас Нижний Новгород, Новосибирск. Там даже парни с русскими. Да, пойдем посмотрим, да? Конечно, пойдем. Спасибо вам большое за классный эфир. А мы передаем слово нашим комментаторам. Спасибо. А мы с Ташей Валерия. Давайте, ребята! Знаете, я вот сегодня спросила себя, думаю, вот зачем я веду блог? Почти каждый день что-то выкладываю, постоянно общаюсь. И я понимаю зачем, потому что за эти дни, когда вот мы сейчас отдыхали, это был мой первый отдых, наверное, за полгода, чтобы я на два дня ушла из Инстаграм. И за эти дни мы писали столько поздравлений Крестабель. Вы писали в Дирек, желали нам хорошего отдыха, общались с ТГ. И я очень рада и благодарна вашему откликуму. Это заставляет двигаться вперед, развиваться. И у меня есть новые цели, новые стремления. Я хочу вернуться в фото дни. Хочу снова продолжать развивать Инстаграм. И это все благодаря вам. Я вам очень много благодарна.